всем привет сегодняшнем видео я хочу рассказать вам как я обрабатываю аудиозвук когда пишу себя на микрофон в студии которая не предназначена для записи аудио в данный момент я пишу на супер кардиоидный микрофон ntg road ntg 4 плюс вот я специально оставил его в кадре чтобы видели где он находится на каком расстоянии он находится микрофон direction то есть он направлен на меня и он обрезает отрезает звук позади себя и сбоку но не совсем так чтобы все он обрезал и поэтому какие-то шумы остаются слышны также в комнате присутствует вибрация и эхо и это все создает не очень классное аудио и поэтому я сказал вообще умел моих видео которые были сняты в этом месте в этой студии не очень классное аудио но я нашел две утилиты которыми я пользуюсь в пример про чтобы сделать максимально лучший звук из того что есть но не слишком долго заморачиваться поэтому я бы сказал бы этот метод такой топорный но он работает мне он помогает улучшить звук поэтому и вам рекомендую попробовать возможно будет чуть-чуть лучше но только чуть-чуть хорошо поехали для этого переходим в пример про у меня уже скачан этот аудио файл который я сейчас вам говорю я сделаю сейчас сделал буквально час назад как переписал аудио на компьютер именно кусок аудио мы будем сейчас с вами обрабатывать переходим в пример про вот мы видим наш аудио файл давайте проиграем всем привет сегодняшнем видео я хочу рассказать вам как я обрабатывать звучит на самом деле не так чтобы очень плохо но тем не менее можно улучшить первое что я буду использовать это компрессор просто пишем в графе эффект компрессор и выбираем мульти бант компрессор перетягиваем его просто на нашу дорожку звука вот таким образом затем заходим в edit и здесь мы можем либо вручную поиграться с ползунками которые отвечают за низкие средние низкие средние высокие и высокие частоты но я предпочитаю использовать предложенные пресеты в моем случае я буду использовать бродкаст это то что используется на радио или во время подкастов и теперь давайте проиграем наше аудио прорабатываю аудиозвук когда пишу себя борт каст немножко подкинул общий уровень звука поэтому я его пониже примерно на минус 3 децибела продолжаем себя на микрофон в студии которая не предназначена для записи аудио мне кажется стало лучше давайте сравним что было и что стало я буду включать и отключать эффект бродкаста во время проигрывания аудио файла в данный момент я пишу на супер кардиоидный микрофон нт-г рот нт-г 4 плюс вот и специально оставил его в кадре чтобы видели где он находится на ком расстоянии звук стал намного лучше чище высоких стало больше но тем не менее образовался небольшой шум и для этого чтобы ликвидировать этот ненужный нам шум я буду использовать второй эффект под названием denoise таким же образом перетягиваем его на наш аудио файл заходим в edit и здесь я также буду использовать уже предложенный пресет light noise reduction у меня не слишком много шума поэтому для ликвидации моего уровня шума я думаю будет достаточно и легкой обработки проигрываем наш файл себя на микрофон в студии которая не предназначена для записи аудио в данный момент я пишу на супер кардиоидный микрофон нт-г я думаю что слишком даже много ликвидации шума чуть чуть пониже и и вниз вот 13 процентов думаю будет достаточно давайте сейчас проиграем мы будем включать и выключать эффект также как мы делали это с компрессором рот нт-г 4 плюс вот и специально оставил его в кадре чтобы видели где он находится на каком расстоянии он находится микрофон directional то есть я не знаю как это по-русски правильно называется ну то есть он направлен на меня и он обрезает отрезает звук позади себя и сбоку но не совсем так чтобы все он обрезал и поэтому какие на мой взгляд стало намного лучше тем не менее звук все равно еще отражается от стен и это можно слышать в аудио но я обещаю вам что с завтрашнего дня этого больше не будет завтра ко мне приезжают мои новые акустические панели и в будущем в плане звука должно быть намного лучше ну вот на этом и все эти две функции помогают улучшить звук давайте еще раз я включу звук как это было до обработки вот сейчас вы слышите это эхо эту вибрацию какой-то шум и как звучит после обработки намного лучше на мой взгляд кажется звук более глубокий красивый приятно слушать и наверное она того стоит поэтому если было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео пишите в комментариях все что хотите до скорых встреч пока